Каждый уважающий себя турист, побывав в Запорожье, должен увидеть 700-летний дуб, Днепрогэс и легендарную хортицу. В списке мест, обязательных к посещению, значится Музей истории запорожского казачества. В этом году он отмечает свой 30-летний юбилей и принимает шестую международную конференцию. Историки со всего СНГ съехались на заповедный остров, чтобы поделиться своими наработками в изучении истории запорожского казачества. Музей истории запорожского казачества был основан в 1983 году. Его коллекция создавалась из материалов, переданных Львовским, Луганским, Ровенским и другими музеями. Но самые ценные артефакты собраны в собственных археологических и этнографических экспедициях. Первым фондовый сборник музея был занесен вот этот экспонат. История его экспозиции началась с ядра 18-го столетия, которая относится, скорее всего, до периода Российско-Турецкой войны. Последнее достояние музея – портрет казака Мамая, подаренный харьковскими художниками. Всего в музейных фондах хранится более 40 тысяч экспонатов от времен Палеолита до современности. Сотрудники национального заповедника Хортица продолжают работу над сохранением культурного наследия Запорожского края. Важливими напрямками діяльності заповедника за останні роки виступили унікальним певним чином дослідження памяток дуби запорожского казахства, таких як, наприклад, музеїфікація. До цього цим не займався ніхто. Це гідроархеологічна наука, якою практично ми є монополістами, особливо по історії запорожского казахства, вивчення памяток гідроархеологічних. Це реставрація музейних памяток дуби запорожского казахства. Це теж окремий напрямок, який зараз набирає такі серйозні обороти в нашій установі. Але главним направлением роботи в заповедниці считають изучення і захоронення оригінальній природній сріди Хортиці. Об цьому говорили і на міждународній конференції, куди с'їхалися учені со всього бувшого Союзу. Доклади істориків стануть основою для научного спорника, який буде інтересен всім, хто губоко изучає славне прошлое казахського края. Дякую за перегляд!